Кристалл Кристалл – это формируемое событие. То есть душа должна в процессе своих многочисленных проявлений в различных средах существования и в различных звездных университетах накопить те знания, которые соответствуют Божественным, и сформировать из них кристалл управления. Потому что через кристалл идёт управление. Свет может рассеиваться. Есть такая особенность у света. Но если он сфокусирован кристаллом в луче, он никогда не рассеется. Поэтому, когда говорят о лепестковом принципе, это одна из физических закономерностей. Импульсы уходят в пространство настолько, насколько в них вложена изначальная сила. И потом они как бы возвращаются. Вот откуда появляются лепестки. И когда люди наращивают эти лепестки, вот опять этот цветочный принцип соответствия, проза, лотос и так далее, это всё возможности объединённых сознаний, которые, кстати, помогают друг другу. Чем больше этих лепестков, тем легче, в общем-то, осуществить импульс воздействия. То вот тогда это переходит в определённые доминанты, из которых и складывается доминирующий кристалл влияния или сознания, или души. Ну, они на своём конечном этапе должны тоже согласоваться. И кристалл сознания, кристалл души, и тогда из них выходит свет духа. А это уже неугасаемый свет. Вот эти просто процессы аллегорически изложены в различных традициях, культурных, в том числе, изложениях. Но все они согласуются, где бы они ни были, в какой бы глубокой древности ни появлялись. Они могут быть и в Индии, и в Египте, и в Америке. Они всё равно все говорят об одном и том же, самой своей начальной сути. Это надо просто уметь расшифровывать.